Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Я сегодня работаю по вашим письмам. Пришли довольно-таки интересные письма. И я на них отвечу. Это так будет разъяснение. Вот Елена Петер пишет. Спасибо большое, Петрович. Очень кстати. Это на видос сезон простуды начался. Сейчас начнется в колхозе утро. Один заболел, всю семью заразил. Начнутся холода и противная погода. Да еще не поймешь, то ли это коронавирус, а то ли просто простуда. То есть это одно и то же. Просто действие будет несколько различаться в зависимости от того, насколько ваш организм ослабел. И там, где имеется наибольшее ослабление, там и начнутся проблемы. Ну и плюс вот свои несколько специфические. Ну продолжим дальше. Пока писала комментарии, тут реклама. Короче говоря, тема такая. Станьте донорами своих органов. Подпишите договор. Если что-то с вами случится, то ваши сердца ждут уже другие. Да охренели, грубо говоря. Лично я считаю, что у каждого своя судьба. Раз у них проблема с чем-то, извините, с этим и оставайтесь. Это уж как Господь даст. Я понимаю, если по родственному. Например, муж жене одну почку подарил. Это президент Штаймайер. А как вы считаете, Петрович? Я против того, чтобы люди за счет другого выезжали. Так сказать. Что Бог послал, с теми нужно жить. Одна тут девица курит, как паровоз. И при этом говорит, что ждет. Ей нужна пересадка сердца и почек. Я вообще в шоке. Она значит живет, безобразный образ жизни ведет. А за счет другого хочет проехать. Но разве так можно? Вот как раз на этом видосике и остановимся. Мысль, вот так вот, если ее буквально воспринимать, как сказано. Она довольно-таки, можно сказать, даже хороша. Ну, вы попали в аварию, вам не нужны ваши органы. Дали согласие, разобрали вас на органы. То есть, ваш труп разбирают на органы. И потом это все, значит, нуждающимся отдают там. У кого что-то там износилось по тем или иным причинам. Ну, это вот такой вот простой взгляд. И человек думает, вот мне заменили сердце или почку. И значит, я дальше могу, вот как там девушка, которая курит как паровоз и не хочет менять свой образ жизни. Она даже и не подозревает, что от чего ее сердце перестает нормально работать. Да из-за того, что она ведет такой образ жизни, который несовместим с работой и сердца, и почек. Вот. Ну, ладно. И, так сказать, вставят это сердце, вставят это почки. И она дальше будет дымить, как она дымила. И, как бы сказать, все будет нормально. Но практика показывает, да не тут-то было. Было, да не тут-то. Есть такая вещь, как совместимость органов. Хотел сказать, органов. Потому что нельзя к этой проблеме, знаете, вот как-то серьезно ее воспринимать и говорить, якобы сейчас вам узел какой-то там, как в машине, заменит какую-то деталь, а вы как поплете дальше, как ни в чем не бывало. Нет этого. Это совсем другие категории. Автомобили, там, допустим, бытовая техника, в которой что-то можно заменить. И человеческий организм. Есть такое понятие, как совместимость. А вот это вот понятие совместимость говорит о том, что даже органы близких родственников несовместимы. И тут получается такая картина, что для того, чтобы пересадить все цепочки там и все, что угодно вам пересадить, для этого надо подавить ваш собственный иммунитет, чтобы он не отторгал вот это чужеродное, что вам пересадит. То есть ваш иммунитет будет на нуле. И причем он будет на нуле, начиная с самой пересадки и дальше все оставшееся время, пока этот орган находится в вас. И вы получаете неполноценную жизнь. Вот как бы вы хотели. Как бы вы хотели, я сейчас буду там и курить, я сейчас буду там и бузить, и все, у меня там сердце бьется, почка там работает. Нет. Вы не хотите себя ограничить в ваших дурных привычках, которые разрушают данные органы. Вот не хотите. И думаете, что сейчас пересадите и попрете дальше. Так вот, когда вам пересадят, хотите вы того или не хотите, вам скажут, что ага. Теперь вы должны ввести вот такой-то образ жизни, в противном случае, в вашей почке, сердце или там печенка и все, что угодно. Быстренько износится и наступит там отторжение. Плюс, плюс ко всему этому, вы должны будете регулярно, ежедневно, у вас такой тут ящичек будет с разного рода там таблетками. Вы должны будете регулярно эти таблетки принимать для того, чтобы ваш иммунитет был на нуле. Не дай бог он там чуть-чуть сильнее станет, он сразу же отторгнет этот чужеродный орган, который вам пересадили. Поэтому, готовьтесь к этому. Жизнь станет после пересадки органов совершенно иной. И понравится ли она вам такая жизнь? Когда вы вели себя вольготно, курили, выпивали, бузили и так далее. А потом такая, опа, и ничего это нельзя делать. После пересадки вам скажут, ничего этого нельзя делать. А вы же хотите жить для этого, чтобы опять там покуривать венцо там и прочее, прочее, прочее. Вкусняшки употреблять. И оказывается, что это не тот путь, который ведет или, как бы сказать, лечит что ли. Или ведет к здоровой жизни. Нет, после пересадки у вас начнется неимоверная морока со всеми вот этим. Вот это вам можно, вот это нельзя, вот это надо принимать регулярно. В противном случае, хрязь, бах, и вас нет. То есть, вы сядете плотно на якорь фармацевтики и разного рода ограничений. Это уже будет совсем какая-то, знаете, жизнь, которая просто похожа, эта жизнь похожа будет на существование, но не на полноценную жизнь. Чтобы вы это примерно знали, к чему ведет пересадка органов. Теперь, вот смотрите. Мы курим, мы там что-то там делаем такое-сякое, и за счет этого наши органы пришли в негодность, и мы ждем пересадки. Позвольте, а может лучше убрать все эти вредные привычки, все эти ненормальные вещи, которые присутствуют в вашем образе жизни, и портят сердце, почки и так далее. Ну, в целом, организм портят. Для того, чтобы у вас не было этих проблем с сердцем, с почками и все такое остальное. Вот вы так не хотите помыслить? А так как организм наш, система самовосстанавливающаяся, если мы устраним причины, которые разрушают наш организм, то организм, как система самовосстанавливающаяся, обновляющаяся постоянно, она себя восстановит, обновит, и будете жить, как ни в чем не бывало. Ну, естественно, иногда даже можно будет предаваться таким вот разного рода увеселениям, если они уж вам так нужны. А можно обойтись без них. Поэтому пересадка органов, она не решает ваши проблемы со здоровьем. Она вам принесет массу таких, и, возможно, более худших, о которых вы даже и не догадываетесь. Это уже проверено, опробовано. Почитайте все эти отзывы, кому что-то там пересадили, и не стройте каких-то там иллюзий насчет того, что сейчас вам там пересадят, и вы тут форсаж дадите с новой силой. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.